МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллеги, добрый день! С утра у каждого, кто сегодня приехал в Молодечно, точно поет душа. На размах масштабный приехали 60 тысяч гостей. Улицы превратились в настоящие творческие площадки под открытым небом. Музыка разливается по всему центру от Парка Победы до Главной площади. А во Дворце культуры собрались лучшие голоса со всей страны. И в эти минуты третий этап национального конкурса молодых исполнителей. Заявить о себе во весь голос приехали 20 участников в сопровождении оркестр имени Финнберга. Кстати, это третий фестиваль без маэстро. Но его вспоминают со сцены. Для многих артистов здесь начинался путь на большую сцену. Те, кто когда-то здесь начинал, сегодня возглавляют жюри и помогают раскрыть новые таланты. Гран-при и главный приз Владимира Мулявина – хрустальная гитара. Пока ждут своего обладателя, интрига разрешится вечером на гала-концерте. По традиции в летнем амфитеатре выступят звезды эстрады. Это очень классный опыт. На телевидении мы практически первый раз. Может, не первый, может, не помню. Но для меня это очень важное такое событие. Очень тщательно готовились. Достаточно серьезный уровень для вокалистов в нашей стране этот конкурс занимает. Поэтому каждый желающий и уважающий себя вокалист обязан посетить этот конкурс ищет. А пока праздник продолжается. Программа насыщенная. Презентация книжных новинок, спектаклей, изыски национальной кухни для ценителей и чтения стихов и встречи с авторами. А мы следим за событиями. Смотрите подробности в эфире ОНТ. Коллеги. Ждем гала-концерта, на котором объявят победители. 23 года исполняется Шанхайской организацией сотрудничества с годовщиной образования. ШОС Александр Лукашенко поздравил генсекретаря Джанмина, отметив, что сегодня это одна из самых влиятельных структур, формирующихся многополярного мира, эффективная платформа для равноправного партнерства в политическом, экономическом и гуманитарном измерениях. Президент подчеркнул, совсем скоро Беларусь станет десятым членом ШОС. Мы твердо нацелены внести практический вклад в сотрудничество по вопросам евразийской безопасности, устойчивого развития транспортной взаимосвязанности, финансовых механизмов, промышленной кооперации, гуманитарных контактов, противодействия трем силам зла – сепаратизму, экстремизму и терроризму. Также в поздравлении Александр Лукашенко поблагодарил секретаря Джанмина, за системную поддержку белорусской стороны на всем пути присоединения к организации. С восхищением в Беларуси наблюдают и за успехами Китая, как во внутренней политике, так и на международной арене. Без сомнения, они стали возможны благодаря эффективному руководству председателя Китайской Народной Республики. Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения. Президент заверил в стремлении Минска к тесному сотрудничеству по притворению в жизнь инициатив Пекина в области глобальной безопасности, развития цивилизации в других актуальных сферах. Поблагодарил китайского коллегу за личное внимание и усилия, направленные на постоянное упрочение отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между Беларусью и Китаем. Особо признателен глава государства за поддержку и помощь в вопросах присоединения нашей страны к форматам ШОС и БРИКС. Также Александр Лукашенко выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля в Астане и пожелал главе Китая новых выдающихся достижений в государственной деятельности. Накануне на совещании президент Беларуси жестко предупредил всех о недопустимости коррупции. Прозвучали новые факты и имена, замешанные в грязных схемах. Проблему по горячим следам обсудили в клубе редакторов в эфире наших коллег. Не только экономическая категория, это категория мировоззрения, если хотите категория идеологическая. И вот этот принцип справедливости, и президент уже на протяжении долгого времени говорит, сколько веревочки не виться, конец и будет. Поэтому здесь очень важна работа средств массовой информации. Не прямая в лоб, там вот украл, сел в тюрьму, да, вот как в том известном фильме. Все-таки здесь это воспитание с младых ногтей, как говорится. Это просто должно быть стыдно. Это в обществе должно быть абсолютное отрицание и порицание этого явления. Тогда мы будем двигаться. Конечно же, мы многое делаем в этом направлении, но вот эти факты, которые сегодня озвучены главой государства, я думаю, что их нужно обсуждать и в трудовых коллективах, и показывать так, как это есть. Потому что это зло действительно разъедает общество прежде всего. Опять о том, что мы на местах начинаем надеяться, что кто-то за нас решит вопрос. То есть президент обозначил, сам ставлю задачу, сам ее реализую, сам еду и проверяю. То есть речь идет по большому счету о том, что мы не сталкивались в своей обычной жизни, в своих личных каких-то вопросах с тем, что люди, которые обязаны, призваны, назначены на местах решать вопросы, которым президент делегировал полномочия и этих полномочий в последнее время с появлением Всебелорусского народного собрания, с изменением Конституции, их стало больше, значительно больше. И речь идет о том, что эти люди, призванные решать, которые представляют собой костяк госаппарата, они опять все сваливают на главу государства. У нас же как все красиво получается, да? То есть если все плохо, виноват президент. Если хорошо, вот я на месте, на своем замечательном, вот я такой хороший, красивый руководитель. Ни в коем случае, если ты имеешь свое мнение, если ты руководитель, призванный, отвечая там за сферу, за направление, если у тебя есть альтернативное мнение, не прячься за плинтус, за бордюр, ты его обязан высказать, ты обязан его отстаивать, вплоть до президента. Тему продолжим вечером. 20.00, как посмотреть не пропустить. Жизнь на одну зарплату, как проклятие. Сколько взяток не берут, им все равно мало. Громкие дела на многие тома. Подробности из первых уст. Легкие деньги в интернете. Всего-то нужно шевелить пальцами. Неужели кого-то может обогатить один веселый виртуальный хомяк? Стать на воду? Летняя забава с риском для жизни? Или кто-то просто запутался? Да. Расскажем о плавании с движениями плавными. На аэродроме Липки продолжается подготовка к параду в День независимости. К тренировкам присоединилась российская техника. В параде будут участвовать больше 6 тысяч военнослужащих и 250 единиц техники. Среди наших танков и бронеавтомобилей российские самоходные гаубицы. Это одна из основных артиллерийских систем вооруженных сил наших союзников. Эффективно и неприхотливо в бою. Каждое движение в колонии отрабатывают до автоматизма. В параде в Минске примут участие расчеты из семи стран. Демонстрировать будут и слаженную работу в небе. На столице пролетят боевые самолеты и вертолеты. И все это в память о тех, кому пришлось столкнуться со страшной нацистской машиной смерть. Она не щадила никого на своем пути. Сколько погибло мирных жителей. В память о них совместный проект телеканала ОНТ и патриотов в Беларуси «Сестры Хатыни». Сегодня новый маршрут. Все по машинам. Делаем благое дело. Вперед. Десятки машин и сотни людей объединились с целью сохранить для потомков сведения обо всем, что творили на нашей земле оккупанты. Чтобы ужасы Великой Отечественной никогда не повторились. Одна из страшных трагедий 15 июня 42-го. Нацисты и их пособники сожгли деревню Борки, а вместе с ней и ее жителей. 2027 человек погибли в тот роковой день. Цифру установили позже, по данным из немецких архивов. Беждадостная политика нацистских преступников. Согласно генплану ОСТ, 75% белорусов подлежали истреблению. Вот моя школа, где я учился. Здесь моя мать преподавала. И мы ухаживали за этими порой безымянными могилами. Потому что эта земля пролита кровью моих односельчан. Около 40 членов нашей семьи по фамилии цакадынцы погибли в тот роковой день. Здесь установлен памятник всем сожженным деревням Могилевщины. А рядом часовня. Травный митинг по погибшим. Трагическая история деревни Борки еще раз напомнила о том, как беспощадна война в огне, которой гибнут миллионы невинных людей. Чтим своих предков. И это одно из главных оружий нашего оружия, чтобы будущее наше было прекрасным. Около 30 деревень проехали, посетили. Те деревни, которые труднодоступны, на которых даже нет памятников. Просто есть памятная табличка, что здесь находилась деревня. Более 8 тысяч километров позади. На следующей неделе автоколонна вновь отправится к сестрам Хатыни уже в Минской области. Событие, которое можно сравнить с советскими гастролями Мона Лизы Леонардо да Винчи. В Минск в национальной художественной сегодня прибыл репинский белорус. Шедевр 1892 года из постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге. Он и так крайне редко покидает пределы своего дома. А сейчас и вовсе вывоз культурных ценностей из России на зарубежные выставки временно запрещен. Первое исключение для союзного государства. В Беларуси спецтранспортом в сопровождении охраны. В пути картина в герметичном ящике, чтобы избежать негативного воздействия на нее. И, наконец, эксклюзивный момент выхода. Полотно больше метра в высоту. Репин написал белоруса за три дня в свою садьбе Здравнева возле Витебска. Герой портрета, крестьянин Сидор Шавров в 1901-м, автор лично передал работу в Русский музей, она ни разу не экспонировалась в Беларуси. Символично, что 30 лет назад именно белоруса поместили на одну из первых почтовых марок нашей страны. В гостевом комплекте еще три репинских произведения, в том числе графический портрет юриста и писателя Александра Жиркевича, витебского приятеля звезды мировой арт-сцены. Конечно, были переживания, но работы доехали сюда, в Минск, в отличном состоянии, без изменения сохранности, что, в общем-то, подтвердило и мое видение, и видение вашего реставратора. Предметы из постоянной экспозиции крайне редко покидают родные стены. Поэтому, конечно, мы благодарны Государственному русскому музею и лично Али Юрьевне Маниловой. Фигура Репина, конечно, для таких наших взаимных контактов выбрана не случайно, ведь его творческий путь – это такая иллюстрация, подтверждение известного изречения, что искусство объединяет. Художник родился в Харьковской области, учился в Санкт-Петербурге, а приобрел имение в Витебской области, в Зравнево. Экспонаты из северной столицы России, новые хиты Минской выставки «Репин и ученики» к 180-летию со дня рождения великого реалиста. В экспозиции вещи из эталонной коллекции Национального художественного, а также Витебского областного краеведческого музея. Оттуда редкие иконы кисти автора знаменитых запорожцев и бурлаков на Волге. На Играх Брикс в Казани медальная копилка белорусов пополняется. Сегодня новые награды и день еще не завершен. В столице Татарстана работает съемочная группа ОНТ. О том, как проходит турнир, расскажет Алексей Ковалев. После второго дня соревнований сборная Беларуси занимает второе место в медальном зачете «Игр Брикс». 37 медалей, 8 из них высшего достоинства. Таков результат второго дня. И радует, что большинство наград золотых завоевали наши девушки. Казалось бы, такие хрупкие и милые, а на деле самые сильные. Здесь особо нет разделения, что это мужчины, девушки. Мы все спортсмены, все с характером, поэтому мы делаем каждое свое дело. И тут нет особого разделения. И вообще здесь конкуренция была хорошая. Я в первом поединке боролась с чемпионкой Азии из Узбекистана. Вторая моя схватка была с девочкой из Монголии. Я с ней уже боролась на чемпионате мира в финале. То есть это были непростые встречи. Ну и в финале я боролась с представительницей России, а это всегда как бы нелегко. Девушки более эмоциональны и борются больше за счет характера, наверное, чем парни. Парни борются на технику какую-то, на силу. А девушки, у кого характер сильнее, тот выигрывает. Во второй день турнира белорусские спортсмены завоевали 24 медали. Самый увесистый вклад в копилку внесли самбисты. Всего на их счету 11 наград. Невероятный результат. Доволен ребятами, как они боролись. Не только завоеванные медали, но и как ребята там вели себя, как достойно они боролись, как они боролись до конца. Пытались завелать любыми путями медаль. Поэтому я очень, конечно, доволен. Доволен то, что наша команда столько медалей принесла. Показали классы наши представители академической гребли. Два золота и бронза. Соревнования продолжаются. А значит, и шансы вновь заявить о себе есть. Тем более, когда тебя поддерживают олимпийские чемпионы. Сегодня тоже надеемся, что повторим вчерашний успех. Ну и завтра тоже у нас финалы. Завтра уже в крупных лодках. Поэтому, конечно, рады. Сегодня начали выступления в Казани наши легкоатлеты. Команда в этом виде спорта самая представительная. А значит, и медалей настроено завоевать много. Продолжится турнир по спортивной гимнастике, где белорусы выступают очень убедительно. В некоторых видах соревнования уже завершены. Конечно, уезжать грустно. Но наши атлеты покидают Татарстан с высоко поднятой головой. Ведь им есть чем гордиться. Они уже творят историю. Алексей Ковалев, Александр Автухов. Наши новости ОНТ.